Три родные сестры Анна Кириллова, Людмила Красова и Нонна Черкашина в девичестве Ващины часто собираются за одним столом. Сегодня для чаепития особый повод. В гостях у сестер фотограф Светлана Желток. Семья Ващиных во время войны не покидала Севастополь. Анна Петровна, самая старшая, в 42-м, 15-летняя девчонка. В захваченном фашистами городе она работала в аптеке, сматывала бинты для раненых советских бойцов. И устраивали побег для военнопленных. Значит, немец ведет пленного покупаться в этом же здании. Сидит там за дверями. А мы уже открыли окно, положили вещи. И он заходит купаться, раздевается и заходит купаться. А немец сидит, ждет. А он уже там переоделся и в окно сбежал. Помогала Аня и севастопольской подпольщице, медсестре Любови Лисютиной. Хотя сама считает, что в силу юного возраста брали ее всего лишь для прикрытия. Главное, она была связана с партизанами. И все задания выполняла. Ездила я несколько раз с ними в Симферополь. Она там получала какие-то задания. И мы обратно. Один раз, один раз. Мы не смогли пробраться в Севастополь. И ночевали у Ревякина на лабораторной здесь. Потому что уже был комендантский час. Дом, в котором жила семья Ващиных, находился на улице 6-й Бастионной. Недалеко от того места, где 22 июня 1941 года упала первая бомба. В этот день в школе номер 5 праздновали выпускной. Приблизительно в районе пироговки или кладбища коммунаров раскрылся парашют. Но все думали, что это торжество, праздник. И парашют полетел в сторону Подгорной. И мы все за этим парашютом побежали. Думали, что что-то будут бросать с парашюта. Когда мы добежали на угол частника, приблизительно, где лестница спускается на адмирала Петрова, взорвала смины на Подгорной. Взорвала смины на Подгорной и волной нас всех повалило на пол. У Людмилы Петровны, средней сестер, совсем не детские воспоминания о том времени. А было ей всего 12 лет. Я стирала бинты, гладила. И вот здесь была кровяная полоса. Бинты вот здесь катали. Катали бинты, мыли, стирали бинты, кормили раненых. Осенью 1941 года город оказался в осадном положении. Немецко-фашистские захватчики непрерывно его атаковали. Не прекращались бомбежки. Здесь сейчас на радиогорку идут катера. Там корабли приставали. И люди эвакуировались. Но когда эти корабли доходили до этого периода, где сейчас молк, немцы на самолетах их развивали. Но не Петровне было 4 года, когда она вместе с мамой пряталась в пещерах на Максимовой даче. Вернулись они уже в захваченный город. И когда мы шли, у мамы был одет фартук. А здесь трупы лежали. Наши трупы. И мама фартуком накрыла меня. И я шла под фартуком, чтобы я это не видела. Началось страшное время оккупации. И воспоминания о нем не померкли с годами. На другой день, когда немцы заняли Севастополь, стали гнать с 35-й батареи военнопленных в тюрьму. Около нашего дома рядом тюрьма была. И в эту тюрьму трое суток гнали военнопленных и раненых. Сестры помнят, как сложно было выживать, как поддерживали в это время друг друга севастопольцы. Как вместе тот, кто остался в городе, и те, кто за него сражался, праздновали победу. День освобождения города завод давал сигналы. Люди вышли на улицу, все сильно плакали и кричали. А потом, когда 9 мая, конечно, уже шли по улице, у кого был флаг спрятан, несли флаги, кто как мог оделся. Все радовались, что победа наступила. И благодарили Сталина за великую победу. Когда Севастополь освободился, я организовала Тимуровскую бригаду из пяти девочек. Мы восстанавливали 14-ю школу и поликлинику на улице Частника. Зато это еще шла война. В 44-м году, в октябре месяце, за то, что мы хорошо работали, помогали раненым, и в Тимуровскую бригаду, когда освободили Севастополь, нас послали в октябре месяце, первая смена в Артек. Фотосессия превратилась в путешествие в прошлое. А как же иначе? Им есть, что нам рассказать. Они достойны того, чтобы их знали. Для этого и был придуман этот проект. Бесспорно, это должно иметь дальнейшую жизнь, долгую, продолжительную. То есть мы уйдем, а книга останется. Вот как Рэрберг сделал ветеранов Крымской войны. Конечно, мы должны были бы, не мы сегодняшние, а когда еще 20 лет победы было, 30, такие книги делать. А каждой из сестер без привлечения можно написать книгу или снять фильм. Ведь мы не рассказали, как после войны они начали мирную жизнь. Но она пошла в школу, а потом поступила в медицинское училище и в 19 лет ухаживала за новорожденными севастопольцами. Или как Людмила Петровна, более 22 лет прослужившая в органах внутренних дел, задерживала особо опасных преступников. Об Анне Петровне, которая долгие годы была связисткой в штабе Черноморского флота, как ее дом стал для сестер отчим. Зато вы увидите и поймете, как они дружны, какие энергичные и оптимистичные, и как заражают жаждой жизни. Все на меня смотрим, и все теперь улыбаемся и радуемся жизни.